СПОНСОР ПРОГРАММЫ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОЦЕНТРА НАЛАДКА Жарко сегодня, но хорошо, что мы в тени. О, дорогая, ты по городу шла, а коня не видела? Какого коня? Ну, такого, чтобы валялся. Нет, вообще никакого коня не видела. Ни падшего, ни скачущего. Значит, прав был Сергей Борисович Иванов. Он что, главный по коневодству теперь? Наверное, но он главный по коррупции. Вот он так сказал, что на федеральном уровне, в принципе, коррупцию удалось победить. А на региональном и муниципальном уровне, сказал Иванов, конь еще не валялся. Вот я у тебя про коня и спросил. Странно. А как же на федеральном уровне справились? Знаешь, Иванов выразился примерно так. За коррупцию чиновников увольняют. И пишут им такие характеристики, что у них возникают трудности при устройстве на новое место работы. Такие суровые меры. Ну, вообще странно. А если они столько наворовали, что могут жить себе прекрасно на своей вилле в Ницце и ни о чем не беспокоиться? А меня-то что спрашивают? Ты лучше Иванову спроси, Сергея Борисовича. Он ответит. Да я надеюсь. Кстати, ты знаешь, какое главное слово нашей эпохи? Конечно. Какое? Скрепы. Ну, не знаю. Она, наверное, на втором месте. А на первом месте слово «низя». Ну, в смысле, когда что-то запрещают. Вот депутат Милонов. Умоляю, а сколько можно о Милонове? Лен, человек так много делает для того, чтобы страна превратилась в то, что она превратилась. Так вот, Милонов, например, предложил запретить велосипедистам ездить без прав. И тут же раз, шасть и в другую сферу. Давайте, говорит, запретим сериал «Игры престолов». Так у сериала миллион поклонников. Они могут собраться, прийти к Милонову и вежливо так спросить, за что ты, ну, тут несколько слов надо пропустить, хочешь лишить нас любимого сериала? И действительно, за что? Лен, всем известно, Милонов – защитник традиционных ценностей. Он считает, что этот сериал традиционные наши ценности разрушает напрочь. Вот слушай, что он сказал, там каждый десятый персонаж, сексуальный девиант, в смысле, извращаясь по-простому, именно через такие произведения в наше сознание вкладывается некая матрица о том, что некоторые вещи и явления в порядке вещей. Я как чувствовала. Ты вот все заставляешь меня начать смотреть сериал «Игры престолов», а я отказываюсь, потому что я предполагала, что в мое сознание хотят внедрить «Матрицу». Ужас просто. Ужас. Хотя книги, по которым сериал снят, я читала. Нормально там все. Мальчики с девочками, принцы с принцессами. И с драконами. И вообще зря ты говоришь, что у нас хотят все запретить. Кое-что разрешают. Например, в Думе не поддержали законопроект о запрете иностранным гражданам и лицам без гражданства участвовать в политических митингах в России. Депутат Нилов объяснил, что тогда иностранцы не смогут участвовать в крестном ходе. А они хотят, иностранцы, участвовать в крестном ходе? Это первый момент. А второй момент. Они же иноверцы. Католики там всякие. Хотя крестный ход – это очень эффективная мера. Вот в Архангельской области собрались священники. Пошли крестным ходом в село, где родился святой Иоанн Кронштадтский. Ну, хорошо, это дело церковное, не лезем туда. Вот, так мэр Архангельска, господин Павленко, сказал следующее. Думаю, что Архангельская земля сразу пойдет духовно-экономически вверх. Почему? Потому что по-другому не может быть. В общем, осталось немного подождать, и я ко всем Архангельскам. Ну, что ты придираешься все время? Я боюсь, что ты просто не хочешь видеть наших достижений. Например, по России семимильными шагами продвигается интернет. А, это предложение Роскомнадзора создать отечественный мессенджер. Ну, по типу Твиттера. Создатели говорят, что у них есть положительный опыт. Они вот уже создали поисковую систему «Спутник». Опять ирония. Ну и что с того, что на «Спутнике» по полтысячи посетителей в месяц? Только они настоящие патриоты. И к тому же я не об этом. Вот министр здравоохранения Вероника Скворцова предложила лечить людей в деревне при помощи скайпа. Ох, ну, прежде всего это говорит о том, что госпожа Скворцова обладает глубокими знаниями реалий современной российской деревни. Я так думаю, что она, наверное, вот имеет в виду такие отдаленные поселения, как Нового Огарева, Рублевка или нашу Скорзюм. А вот что-то мне подсказывает, что в остальных деревнях-то со скайпа напряг. И потом представим, ну, как будто фантаст братья Стругацкий, что в деревне есть скайп. Вот, хорошо, врач и бабушка. Врач говорит, ага, раз у вас болит голова, то принимайте таблетку такую-то и такую-то. И что дальше? Аптека-то в райцентре? Действительно, и что? Я знаю. Голова не с жопы, завяжи и лежи. Фу, солдафон какой! И юмор такой же солдафонский. Я не солдафон, не надо. Я просто простой и прямой человек. Я такой же простой и прямой человек, как, например, Николай Васильевич Панков. Знаешь, как он врезал на российским депутатам? Мало не покажется. Короче, поехал Панков в Балакова, но не в поля, как принято, да? А на какое-то библиотечное мероприятие. И там-то и сказал, в России, по данным социологии, процент читающих уменьшается из года в год. К сожалению, появилась категория людей, которые умеют складывать буквы в слова, но связанно изложить свои мысли ни вслух, ни на бумаге не могут. Повторю. Не могут связанно изложить свои мысли ни вслух, ни на бумаге. Вот взять, к примеру, самого Николая Васильевича. Опять-то за свое, лишь бы очернить. Николай Васильевич учится и вполне связанно говорит. Ну, особенно если по бумажке, если не более трех предложений сразу. И вообще это не о Панкове, а обо всех россиянах. А депутаты разве не россияне? Лучше из россиян. Ну, все животные равны, но есть те, которые ровнее. Оруя, да. Хотя патриотизм некоторых депутатов все же вызывает сомнения. Вот, например, Илья Дроздов из ЛДПР заявил. Никто не мешает завозить выпустевшие российские деревни в нужном количестве под руководством граждан России трудолюбивых китайцев, северных корейцев, японцев. Лихо. Патриотизм из всех щелей прет. Выходит по этому самому Дроздову, что русские люди нетрудолюбивые. И потом, что значит завозить? Они и так, в общем-то, приедут. Только, дай разрешение. И будет у нас Дальний Восток. От Алгая до Болтая. Нет, ну а на кого еще опереться? На Западе кризис и разруха. Вот Дмитрий Анатольевич недавно рассказал, что экономика стран Прибалтики на грани коллапса. И все от того, что поддержали санкции. То есть, сами себя высекли. А экономика родной России Дмитрия Анатольевича не интересует? Или там все у нас замечательно? Ну, не все, конечно. Но вот недавно наш губернатор Радаев на сельхозвыставке показал Медведеву калач гигантских размеров. Да, больше, чем сам Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич посмотрел и успокоился. Поздравил ткачи с профессиональным праздником. Потребовал вводить импортозамещение и инновации, конечно же. И за сим он был в Артек. Отдохнуть среди детей. Дмитрий Анатольевич очень любит детей. Мне иногда кажется, что он сам ребенок. Большой мальчик такой. Но дети должны играть в песочницы. А вот импортозамещением, или лучше сказать, импортозамещением, должно руководить. Мы вымещаем с прилавков всякие сыры там швейцарские, фуакру, шпроты проклятые. А что взамен-то? Я знаю. Да. Знаю. Вот смотри. Факультет искусств Алтайского государственного университета получил первые в своей истории патенты на промышленные образцы не смеси. Я не успел. Оберега Полынка, настольную плетеную куклу Береже и сувенирные подарочные лапти. Работа над проектом началась еще два года назад. В рамках исследования «Инновационная технология плетения из рогоза» или рогоза, первый раз слышу это слово, как основа возрождения народного искусства. Инновационный рогоз или рогоз. По-моему, это какой-то трава, тростник какой-то. Ну, бог с ним. Инновационные лапти. Вот моя мечта. И где ты будешь в них щеголять? По Саратову. Буду по Саратову. Кстати, ты знаешь, как правильно писать и называть наш город? Нет? Так вот, правильно, через «о». Потому что название нашего любимого города происходит от слова «соратник». У кого-то опять обострение на исторической почве? Ну, вот наши добрые знакомые Павел Галактионов и Маслов, который Владимир, ну, коммунист. Они выступали тут и утверждают, что Саратов был основан еще раньше всех городов мира, основан был прославянами в эпоху, чуть ли не в эпоху неолита, когда еще вообще люди в шкурах ходили. А здесь уже был город такой, дома, тюрьма. А как же Туров и Засекин. На Готовенькое приехали? И типа раз в Москву по-мобильному. Мы тут город открыли. А им раз и премию. Премию положил? Конечно. Ой, не надо было трогать эту тему, а то мы тут такого наоткрываем, потом не отмоемся. Да ты знаешь, уже, по-моему, истихает все. Но это такая вот привычка есть у нашей власти. Они недели одну, другую, ну, максимум три, кричат в голос о какой-то победе своей, предполагаемой причем победе. А потом раз и как отрезало. Ну, вот я хочу найти Ландо Александра Соломоновича, потому что мы не говорили сегодня о нем. И спросить, Александр Соломонович, помнишь ли ты, как три или четыре года назад, задрав штаны, есть фотографии, ты героически высаживался с катера на остров Зеленый, ну, прямо как американский десантник на остров Ивадзима, обследовал там территорию и сказал, да, здесь можно построить 500 казино и 600 гостиниц. Здесь будет наш Саратовский Лас-Вегас. Где? Так ведь Ландо скажет, что не знает ни Лас-Вегас, где, ни где остров Зеленый. И вообще скажет, что ничего он этого не знает. Вот так же с историей Саратова все затихнет. Хотя, ты знаешь, и рецидивы имперского мышления еще проявляются. Вот Лермонтова приплели. А, я знаю эту историю. Ну? Тут пресс-служба мэрии с какого-то перепуга решила, что стихотворение Бородино Лермонтова началось именно здесь, в Саратове. Ну, конечно, где еще. И здесь Лермонтов встречался с Денисом Давыдовым. После этой встречи... Герой Гусар. Да. И написал стихотворение. Только вот беда. Все остальные литературы веды, ну, кроме этих из мэрии, утверждают, что Лермонтов написал это стихотворение после рассказа своего дяди, Алексея Афанасьевича Столыпину. Ну, отсюда в стихотворении скажи-ка дяде. Ты знаешь, ну, первое. Первое, слава богу, что не начали доказывать, что поле Бородинское было под Укеком. Хотя могли. Второе. Жаль, умер Ираклий Андроников, давно умер. Он бы обязательно нашел второй вариант этого стихотворения, да, Лермонтовского. Которое бы начиналось со слов. Скажи, Дениска, ведь не даром... Фадеев. А Фадеев жил тогда? Ну, тогда Фадеев. Вот. Или Давыдов. Ну, в общем, не суть. Скажи, Дениска, ведь не даром Москва спаленная пожаром, Укеку отдана... Ой, господи, занесло меня. Ну, ладно. Ты понимаешь, зато Саратов прекрасно прославился на весь мир. В английской газете Guardian опубликовали большую статью. О новом русском приколе. Рисовать портреты начальников вокруг дорожных ям. В частности, вспомнили вот знаменитый портрет Валерия Васильевича, похожего на Радаева. Вокруг руяма вот эта история, как его закрашивают. Туда-сюда, но они все это подробно пересказали. Но англичане, они все-таки смешные люди. Они в оводке, кстати, я сам читал, переводил, написали. Активисты рисуют эти портреты для того, не смейся, чтобы устыдить российских политиков. Устыдить российских политиков? Как же плохо они их знают. Нам, как аппендицит, поудаляли стыд. Без стыдства наш удел. Мы попираем смерть. Ну кто из нас краснел? Забыли, как краснеть. Сквозь ставни наших щек Не просочится свет. Но по ночам, как шов, Заноет. Спасу нет. Я думаю, что Бог В замену глаз и уш Нам дал мембраны щек Как осязание душ Горит моя беда Два органа стыда Не только для бритья Не только для битья В больнице Режиссер Чернеет с простыней Ладони распростер Но тысячи раз стыдней Что нам глядит в глаза Как бы чужие мы Стыдливая краса Хрустальнейшей страны Застенчивый укор Застенчивых лугов Застенчивая дрожь Застенчивейших рощ Обязаны стиха Быть органом стыда Спонсор программы Компания Электроцентра Наладка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok